Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас. В прямом эфире главные темы выпуска. Криминальная история близится к финалу. Присяжные обл. суда вынесли вердикт убийцам Сызранского полицейского и его семьи. Трудотерапия. Злостные неплательщики элементов вышли на уборку самарских дворов. Королевские чтения. Космические идеи школьники представили на Всероссийской научной конференции. В Самарском областном суде присяжные сегодня вынесли вердикт по нашумевшему делу об убийстве экс-главы Сызранской полиции Андрея Гошта и его семьи. С самого утра заседание шло в закрытом режиме. В преступлении обвиняются четверо мужчин. Роман Фаталеев, Ислам Бабаев, Махмад Али Ахмадов и Архан Захрабов. По версии следствия, Андрей Гошт и пятеро членов его семьи были убиты в собственном доме в апреле прошлого года. Чудом выжила племянница полицейского. Согласно материалам дела, нападавшие проникли в дом, когда все спали и до смерти избили своих жертв, прихватив с собой ценные вещи. Коллегия присяжных большинством голосов признала всех фигурантов виновными. 30 января в понедельник на следующем заседании суда стороны защиты обвинения будут обсуждать этот вердикт. Адвокаты подсудимых намерены его оспорить. Виновны все. 9 на 3. Было мнение, двое заслуживают снисхождения. Пока в мой подзащитные вреды тех, кто заслуживает снисхождения, не входят. Мы, конечно, с данной позиции не согласны. У нас еще будут прения перед судом. Мы будем обсуждать вердикт присяжных. По убийству и разбою Ахмадов и Фаталиев присяжными признаны незаслуживающими снисхождения. По покушению на убийство Фаталиев и Захрабов заслужили снисхождение. Ахмадову и Фаталиеву, так как они признаны по убийству с разбойным нападением незаслуживающими снисхождения, возможно назначение пожизненного лишения свободы. Более миллиарда рублей в прошлом году задолжали нерадивые родители. К ответственности за невыплоту алиментов судебные приставы привлекли свыше 25 тысяч человек. Сегодня нежелание содержать своих детей карается по закону. Тех, кто более двух месяцев не платит алименты, привлекают к обязательным работам. Сегодня должники вышли на уборку в Октябрьском районе. За стараниями невольно трудящихся наблюдала Алина Чемерес. Не хочешь платить работой? Сегодня в дружные ряды самарских дворников влились несколько новобранцев. У всех долги по алиментам. Самый большой – почти полмиллиона. Такие суммы нерадивые родители накопили почти за год. Среди тех, кто не считает нужным содержать своих детей, есть и женщины. Чаще всего это бывают какие-то маргинальные личности, которые абсолютно не как не относятся к своим детям, их не содержат, не занимаются их воспитанием. Соответственно, дети находятся на попечении либо у государства, либо у близких родственников. И в связи с этим никто не освобождает женщин, родителей от уплаты алиментов. Должникам предстоит отработать от 20 до 60 часов. Трудиться обязаны в свободное от основной работы время. Кто сегодня не смог приступить по причине занятости, предоставляют справки об официальном трудоустройстве. Остальные, а таких трое, получают инвентарь и готовятся выйти на уборку Октябрьского района. Им предстоит очищать от снега незакрепленные территории. Эту территорию обычно убирает район за свои средства. Бесплатная рабочая сила, она здесь как раз нам очень даже. Данные люди будут направлены в МБУ перспективы для производства работ по очистке пешеходных зон, лестничных спусков. Организацию, в которой будут трудиться должники, выбирает районная администрация. Под надзором приставов и коммунальщиков штрафники отправляются на уборку. Сергей рассказывает, в руки правосудия попал по глупости. У него двое детей, сыну 23 года, дочери 17. Сначала, говорит, алименты платил исправно, потом возникли проблемы с работой. Делятся родственники, относятся с пониманием и уже готовы отозвать прошение об алиментах. Я, пусть не совсем деньгами, не в той мере, как положено, но помогаю в делах домашних, на даче работаю. Удачный период. У меня отношения, можно сказать, великолепные. Оказаться на улице с лопатой в руках рискуют те, кто как минимум два месяца подряд не платит алименты. В этом случае приставы вправе привлечь к ответственности. Обязательной работой назначает суд. Но при этом долг никуда не девается. Его нужно погасить в течение двух месяцев после окончания наказания. Иначе грозит уголовная статья и лишение свободы на год. В 2016-м суммарный долг по алиментам в регионе составил свыше миллиарда рублей. В общей сложности должники выплатили лишь 260 миллионов. Также в прошлом году более 700 человек были привлечены к уголовной ответственности. Еще 650 – к обязательным работам. Чтобы узнать, имеются ли долги по алиментам и как можно скорее их погасить, достаточно зайти в банк данных исполнительных производств на сайте службы судебных приставов. Алина Чемери, Станислав Левин, События. Утаить не получится. С этого года тем, кто не сообщил в налоговую о приобретенных квартирах или машинах, грозит штраф. Еще с позапрошлого года россияне должны были сообщать в налоговую о неучтенном имуществе. Речь идет о купленной или полученной в дар или по наследству недвижимости, а также автомобилях. До 1 января действовал льготный период граждан, сообщив о собственности, могли просто заплатить имущественный налог. Но с этого года тех, кто не рассказал налоговикам о неучтенном имуществе, ждет штраф. По закону сообщать о своей квартире или машине не нужно, если налоговая хотя бы раз прислала уведомления по поводу этого имущества. Если у вас период владения объектом, начиная с 2014 года, и вы не представили в налоговый орган сообщение, налоговая инспекция узнала о том, что у вас есть такие объекты в собственности, в таком случае вам исчислят налог за три предыдущих года, и от этой суммы исчислят штраф в размере 20% неуплаченной суммы налога. Уже в ближайшей перспективе им предстоит создавать космические технологии. Сегодня они защищают свои учебно-исследовательские работы. Школьники со 2 по 11 класса собрались в Самаре на 11-й Всероссийские юношеские научные чтения имени Академика Королева. Место проведения – Самарский университет. Уже сегодня они работают в самых перспективных аэрокосмических направлениях. С участниками познакомился Олег Зверев. «Живая карта города» – проект с таким названием «Кирилл Чуричев» привез в Самару из Красноярского края. Сегодня он участник 11-х юношеских научных чтений имени Академика Королева. Ученик 10-го класса школы космонавтики говорит, что собирается поступать в ВУЗ аэрокосмического профиля. В какой именно, пока не выбрал, на этой конференции есть возможность и себя показать, и на работу с Верстникова посмотреть. Основана моя работа на сравнительном анализе этой программы с другими более популярными программами, такие как «Гугл-карты», «Два ГИС», мобильными приложениями «Спорттрекер». Мои программы очень большие возможности создавать свои треки, отслеживать, выкладывать в сеть. Со 2-го по 11-й классы таков возраст участников королевских чтений. Со своими разработками приехали более 200 школьников, причем в этом году наиболее обширная география участников мероприятия. Это Самара, Липецк, Красноярск, Ярославль и многие другие. Здесь те, для кого 4 дня научных докладов не покажутся скучными. Причем в тематике абсолютно все аэрокосмические направления. Возможно, именно юные ученые подскажут, как решить и многие застарелые проблемы. Что касается острых проблем, которые сейчас видны, это, конечно, космический мусор и что с ним делать. С каждым годом все больше и больше объектов появляется на орбите. Вот на эту тему было бы неплохо послушать, что могут предложить молодые участники конференции чтений. Впрочем, самая важная задача королевских чтений, чтобы те, кому уже в недалеком будущем предстоит создавать космические технологии, смогли уже сегодня, со второго класса школы, окунуться в атмосферу серьезной научной работы. Олег Зверев, Сергей Баскин, события. 25 января, в день рождения Владимира Высоцкого, в Самаре пройдут памятные акции. В областной юношеской библиотеке состоится литературный вечер, а в Доме офицеров концерт. В этом году знаменитому актеру и поэту исполнилось бы 79 лет. Имя Владимира Высоцкого тесно связано с Самарой. В 1967 году он дал в Куйбышеве два концерта, которые собрали огромную по тем временам аудиторию. Количество коллективных заявок превышало вместимость Ледового дворца спорта в несколько раз. Только завод имени Фрунза требовал 2000 билетов. Всего же песни Высоцкого в тот вечер услышали порядка 12 тысяч куйбышевцев. Среди них были Михаил Трифонов и Борис Смольник. Любовь к творчеству Владимира Высоцкого они пронесли с собой через всю жизнь. Был очень фотогеничный парень в белой рубашке. Десять кадров, из которого можно было сделать что-то хорошее. По крайней мере точно. Отобразив его образ, вот этот рывок к людям, как он подавал песню. Я очень рад, что я, так сказать, при жизни Володи его видел вот так. В закулисе двумя словами общался. Вот. Он всегда куда-то торопился. Знали, что Высоцкий должен приехать, но не знали когда. Ну, час. Я помню, мы час сидели в Дальше спорта и ждали. И комар прилетел, было слышно. Такая тишина была. Только чуть-чуть там кто-то переговаривал сзади. И когда Высоцкий прижинился там, бодрым таким, быстрым шагом выбежал на сцену, прижав гитару груди, поклонился, извинился за опоздание, зал взорвался аплодисментами. В этой школе не сидят за партами вместо учебников кисти краски. Детской художественной школе номер один имени Зингера исполнилось 55 лет. Для творческого учебного заведения такой возраст словно юности расцвет. Ребята получают начальное профобразование, и многие в дальнейшем связывают свою жизнь с творчеством. Юных художников и их преподавателей с юбилеем поздравила Мариана Мирная. В школу имени Зингера ребята приходят с одним простым желанием. Научиться рисовать. Главное, что вкладывают в их головы, так это то, что нужно быть создателями и творцами. Не все из них станут художниками, но те, кто свяжут свою жизнь с творчеством, будут достойными представителями профессии. 42 года Галина Белоусова преподает живопись в первой художественной школе. Она сама первая выпускница этого учебного заведения. Свою жизнь связала с творчеством, и своих учеников призывает в первую очередь освоить реалистическое искусство. Не обязательно там быть звездой в академической грамоте. Можно получить эту грамоту, а потом развить и куда-то, допустим, что-то в другой плоскость какой-то перейти. Так что, но все имеют академическую грамоту. Это основа. Для художественной школы 55 лет – это юность и расцвет, говорит ее директор Леонид Зак. Появилась она благодаря усилиям Григория Зингера. Офицер морского флота, художник, уволился в запас в 1960-м и переехал в Куйбышев, где решил исполнить свою мечту и связать жизнь с изобразительным искусством. Так в 1964-м появилась вечерняя художественная школа, а позже и самостоятельное учебное заведение. Это все очень сильно меняет их жизнь. Здесь же учатся не столько даже рисовать. Рисуя, изображая, они учатся жить, мыслить, чувствовать. Раскрыть творческий потенциал, научить, заинтересовать – основные задачи педагогического состава школы. И ребята готовы проводить многие часы за мольбертами, чтобы стать настоящими художниками. Мариана Мирная, Максим Гусев, События. Далее коротко о других событиях дня. Процесс над телефонным террористом стартовал в советском районном суде Самары. Уроженец Таджикистана Хурсант Амунбеков, незаконно находившийся на территории России, рискует угодить за решетку за сообщение о заминировании космопорта. В конце декабря 2015 года он по телефону рассказал, что торговый центр хочет взорвать запрещенная в России организация ИГИЛ. В поисках бомбы были задействованы сотрудники ФСБ, кинологи, взрывотехники, ОМОН, вневедомственная охрана и ГИБДД. Взрывных устройств они не нашли. В тот же день силовики установили личность шутника. Свою вину он признал полностью. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы и штраф. За прошедшую неделю на карантин в Самаре закрыли три школы и три детских сада. В области зарегистрировано почти 17 тысяч случаев ОРВИ и гриппа. В Самаре более 9 тысяч. В городе эпидпорог превышен на 35%. По результатам лабораторного мониторинга в этом году самый распространенный вирус гриппа типа А. 32-летнюю уроженку Сызрани задержали в аэропорту Таиланда при попытке везти в эту страну в своем желудке партию кокаина весом 600 грамм. Как выяснилось, женщина, работавшая барменом в Камбодже, везла более 10 контейнеров с наркотическим веществом. Она прилетела в Таиланд из Бразилии. По информации местных СМИ, партия предназначалась группе наркоторговцев из Западной Африки, промышляющих в Бангкоке. За участие в сделке Юли пообещали заплатить 3,5 тысячи долларов. Девушке предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков. По местным законам нашей бывшей землячки грозит наказание в виде пожизненного срока лишения свободы. У обитателя Самарского зоопарка крокодила Кузи вскоре может появиться возлюбленная. 29 января в 12 часов в Самарском зоопарке взвесят 10-летнего тигрового питона и 25-летнего нильского крокодила Кузю. В дальнейших планах зоопарка подыскать последнему пару. У самых смелых посетителей зоопарка будет редкая возможность погладить гигантских рептилий и сфотографироваться с ними. В Самару придет похолодание. Над Средним Поволжьем господствует циклонический вихрь, который сопровождается снегопадами, метелями, усилением ветра и повышенным температурным режимом. Однако скоро с затоком холодного воздуха с районов Арктики в Самаре начнется понижаться температура. Осадки постепенно прекратятся. В четверг, 26 января, температура воздуха опустится до 16 градусов. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. А вот о каких событиях мои коллеги расскажут в следующих выпусках. Компенсация вместо единовременной выплаты. В этом году льготники будут получать деньги на оплату коммунальных услуг по новой схеме. Татьянин день. День российского студенчества. Самарская молодежь встретила в руссконародном стиле. Талант и мудрость. В Самаре проходит Международная конференция молодых исследователей образования, наука, профессия. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже почти 12 миллионов просмотров на Ютюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи всем. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин